Привет всем, вы на музыкальном канале Spider Reviews и сегодня очередной обзор. Обзор этот будет на культовый альбом культовой украинской black metal группы Nocturnal Mortem. Альбом называется To the Gates of Blossom is Fire. Это второй альбом группы и он был издан американским лейблом The End Records. С группой Nocturnal Mortem я познакомился, если мне не изменяет память, году в 1996 и познакомился я благодаря такой обширной переписке. То есть в те времена музыканты, фэны, лейблы переписывались друг с другом, сейчас это смешно звучит, но простыми бумажными письмами, посредствами наземной почты. Вот, и переписка на самом деле была очень обширна, то есть иногда почтальоны, то есть письма тупо не влазили в почтовый ящик, и почтальонам приходилось подниматься на третий этаж, чтобы мне их доставить, как бы они были не очень рады. И помимо одного, собственно, письма в конверте была куча флайеров, то есть там такие маленькие рекламки, кто не знает, это были рекламки на группы, на альбомы этих групп, на лейблы, концертные агентства, то есть на весь, в общем-то, спектр металлических услуг, так сказать. И вот в одном из писем был флайер на Nocturnal Mortum, я не помню, но это точно был не этот альбом, по-моему, Lunar Poetry вроде, Ariana Music, там все дела, вот. Ну и как бы с Украиной тоже шла переписка, там была, кстати, всегда очень мощная метал-сцена, там было много групп, много каких-то организаций, проходили различные концерты, причем, многие группы приезжали играть и к нам. Вот, допустим, такая мекка Black Metal была именно в Харькове, хотя и в Житомире были такие группы, как Люцифугум, то есть это варилось, варилось и выливалось в хорошие такие добротные альбомы. Я всегда очень, как бы, ценил украинскую метал-сцену, для меня это было что-то особенное. Вот, украинская метал-сцена и метал-сцена стран Балтии, там как-то все было по-другому, все, наверное, более качественнее, я не знаю. Ну, как-то все с трепетом относился к группам из этих стран. Помню, как бы, заказываешь там, да, кассету, понятно, что не было никаких трек-кодов отслеживания, да, ты бегаешь там в почтовый ящик, смотришь, о, пришла квитанция, то есть ты летишь на почту, получаешь, отстояв в большущую очередь, эту бандерольку, летишь домой, попутно заскочив за пивком, в общем-то, с трепетом, открываешь эту посылку и ставишь кассету в магнитофон, пьешь пиво и наслаждаешься, в общем. В общем, это было очень круто. И все эти письма, вся эта адская переписка была таким своеобразным аналогом сегодняшнего интернета. Вот. И, как бы, какое-то было, что ли, метал-братство в те годы. Все друг другу помогали, там, давали какие-то советы, то есть, там, ну, в общем, была как одна большая такая металлическая семья. И не важно, был ли Беларусь, из Латвии, или с Украины, или с Россией, то есть, все, как бы, друг друга уважали. И были, конечно, отдельные личности, которые репофили, как их называли, там, репоферы, да. Ну, как-то так. Вот, ладно, что-то я отвлекся, перейдем к этой вот пластиночке. The End Records, как я уже говорил, издали ее в музыкальном плане. Это просто такой сокрушительный быстрый black metal с классным каркающим скримом варгота. Вот. И такой клавишный, клавишный, даже это не бэкграунд. Вот. То есть, помните Emperor со своим первым альбомом At The Nightside Eclipse, In The Nightside Eclipse? Так вот, тут примерно то же самое. То есть, такой гитарный, вообще гитарная стена, быстрая. И на этом фоне, так, клавишные такие, в общем-то, пассажи, которые придают, я бы сказал, такой какой-то темный, оккультный колорит этому альбому. Еще Nocturnal Mortum очень так классно в те времена делали такие национальные фолковые вставочки в свою музыку. То есть, тоже это очень классно звучало, как бы такой злющий скоростной black metal. И тут такая вот фолковая такая национально-украинская вставочка. Сейчас они перешли на pagan metal. Слово black там можно смело откидывать, но тоже все очень достойно у них сейчас. На новых альбомах группы. Вот. Как бы... Да, кстати, этот альбом я совершенно случайно прикупил на барахолке, где-то за 7 долларов. Примерно я его купил. Такой он в идеальном состоянии. И, как бы, сейчас, наверное, покажу... А, лирическая составляющая на этом альбоме. Это тьма, сатанизм. Все, как бы, зло. Там, тра-та-та, тра-та-та. Сейчас покажу вам поближе всю эту красоту. Такой вот кавер. С моим любимым логотипом, кстати. Ноктурнал Мортум. Вот. Задничек. Этот альбом посвящен Игорю Энн. Я так понимаю, это, наверное, Игорь Наумчик из Люцифугум. Может, я, конечно, ошибаюсь. И тут такой вот буклет-постер. Здесь вот тексты песен и кредицы. А здесь в форме привернутого креста фотографии музыкантов. Как бы сделано все так довольно интересно и коллекционно. Хотя, если честно, я не очень люблю такие буклеты. Буклет как-то для меня должен быть буклетом. Вот. Дальше. Дальше. Больше. Такая вот накаточка с Горящей Церковью. Кстати, эта обложка была на кассетном издании от Арианом Юзик. Ну, тут просто диск. Тут вот такая вот картиночка дядьки с топором. Это Wargoth, наверное. Вот. Она тоже как бы довольно часто встречалась в свое время в всяческих фензинах. И задник с названием песен и лейблами. Кстати, все треки на английском языке. Кроме одного. Под знаменем Рогатого Князя. Это пятый трек. Вот. И седьмой трек. Черемош. Это инструментал. Тоже с фолковыми мотивами. Пение птичек. То есть, очень все так круто. Я считаю, Ноктурнал Мортум. Это одни из лидеров украинского black metal. И они очень многого добились уже в то время. Ну, и, естественно, сейчас. Они всегда были преданы себе. То есть, это... Это, я считаю, отличное просто дополнение в мою коллекцию. На этом, как бы, наверное, буду прощаться. Получился очередной такой ностальгический обзор. Вот. Всем металл. Покупайте диски. Слушайте хорошую музыку. Послушайте Ноктурнал Мортум. Например. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok